Огружённые для твоего, Господи, в наших жизнях. О, Дух Святой, назад навискажи Тебя, Господи, Волю Твою, Царство Твое, мы призываем. О, Дух Святой, О, Дух Святой, назад нависк Тебя так жаждет. Волю Твою, Царство Твое, мы призываем. О, Господь, скажи, мы призываем Тебя, Бог наш. О, нашу сеть, нашу судьбу, да будет воля Твоя, Господь, да будет Царствие Твое, Бог наш. О, Он жаждет Тебя, Он жаждет Тебя, Господь, скажем еще. О, Дух Святой, назад навискажи Тебя так жаждет. Волю Твою, Царство Твое, мы призываем. О, Дух Святой, О, Дух Святой, назад навискажи Тебя так жаждет. Так, Господь, волю Твою, Царство Твое, мы призываем. О, Дух Святой, назад навискажи Тебя так жаждет. О, Дух Святой, назад навискажи Тебя, Бог наш. О, Дух Святой, назад навискажи Тебя, Бог наш. О, Дух Святой, назад навискажи Тебя, Бог наш. На, Дух Святой, назад навискажи Тебя, злей. На, Дух Святой, залей. Давайте поднимим руки к нашему Господу сейчас. Давайте попросим Его об этом. Дух Святой, злей. Мы жаждем Тебя, Дух Святой. Излей до избытка свою любовь Излей до избытка на нас, Дух Святой Свою силу, силу, которая исцеляет Силу, которая врачует Мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой Скажи Ему, я нуждаюсь в Тебе, Дух Святой Излей на нас, Господь Излей Мы стоим перед тобой, окруженные вновь Моей любовью Дай избыток, до избытка излей Мое сердце любовь, твою любовь Мы стоим перед тобой, окруженные вновь Твоей любовью Дух Святой, спасибо тебе за то, что ты изливаешь свою силу на нас За то, что ты окружил нас своей любовью За то, что ты даешь нам смысл жизни И мы просим тебя, Дух Святой Чтобы слово Твое сегодня, оно исцеляло наши жизни Оно преображало нас в образ Твоей славы В образ Твоей чистоты и святости Пусть свет Твой, Иисус Христос Сияет в каждом здесь присутствующем Мы хотим отображать Тебя, Господь В своей жизни, своими поступками Своими словами И без Тебя мы ничто, Дух Святой Мы осознаем это Без Тебя, Иисус, мы никто И мы говорим Тебе спасибо, наш Царь Господин нашей жизни За то, что ты когда-то спустился на эту землю Пролил за нас свою святую кровь И дал нам надежду на жизнь вечную Этой верой мы живем сегодня Этой не поколеблемся мы Верим, Господь Иисус Что Слово Твое, оно будет наставлять нас сегодня На всякую истину Доверяем Тебе, Господь Веди нас, Дух Святой Пусть это время, оно будет Твоим временем, Дух Святой Пусть Слово Твое, оно будет от Тебя, Дух Святой Мы ожидаем Тебя Превозносим Тебя, наш Царь Наш Спаситель Наш Господь Иисус Христос Слава Тебе Слава Тебе, наш Царь Слава Тебе, Великий Чудный, Прекрасный Слава Тебе, Иисус И все верующие это скажут Аминь Давайте подарим аплодисменты нашему Господу Давайте особенные аплодисменты подарим нашим левитам Спасибо Вам за то, что трудитесь За то, что служите Пусть Бог благословит Вас Хорошо, присаживайтесь Присаживайтесь, драгоценная церковь Сегодня выпала честь делиться с Вами словом И перед этим я хотел бы вместе с Вами Поприветствовать наших телезрителей Тех, кто смотрит нас сегодня, сейчас Верой телеканала 24 Давайте поприветствуем их, подарим аплодисменты Мы благословляем Вас И пусть Слово сегодня, оно действует в Ваших жизнях Во имя Иисуса Христа Аминь Хорошо Хотел бы сегодня поделиться с Вами словом На тему Огонь, который угас Знаете, месяца полтора-два назад Мне пастор сказал, что вот Нужно готовить Слово Перед самой конференцией Бог дал мне откровение об этом слове Чем делиться с церковью Я слушал конференцию и думал Как же вот Как вот Всегда вот верующие Ходят они в одном духе Знаете, вот слово Оно как-то вот граничит Очень тесно Когда ты слышишь слово с кафедрой И я убеждался, что это слово от Бога Еще в прошлое воскресенье Должен был сказать, но был гость И сегодня я верю Что Бог будет говорить в вашей жизни Потому что у Господа на все свои времена И свои сроки Аминь, церковь Хорошо Давайте пойдем с Вами в Слово Божие Огонь, который угас Я хочу, чтобы мы с Вами открыли книгу Левитам Главу 6, стих 12-13 Я буду читать Это слова нашего Всевышнего Господа Обращенные к Моисею Чтобы он передал это слово К своему народу Бог говорит следующее Огонь на жертвеннике Пусть горит и не угасает И пусть священник зажигает на нем дрова Каждое утро И раскладывает на нем все сожжения И сожигает на нем туг мирной жертвы Огонь непрестанно Пусть горит на жертвеннике И не угасает И все священники скажут Аминь Смотрю, что-то мало священников здесь Да, хочу Вам сказать, что каждый из Вас Священник нашего Господа Потому что Слово Божие говорит, что Вы род избранный Царственное священство Народ святой Люди взяты его дел Дабы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы В свой чудный цвет Апостол Петр это говорит Скажи кому-то рядом Ты священник Иисуса Христа Ты священник Иисуса Христа Знаете, в этом слове я обратил, что Бог дважды говорит своему народу, чтобы огонь на жертвеннике Он горел и не угасал Огонь на жертвеннике Пусть горит и не угасает Позвольте Вам сказать два слова о жертвеннике Жертвенником у евреев до построения храма Являлось местом Бога явления Если Вы будете изучать историю Израильского народа Весь ветхий заед говорит о том, что Когда люди приносили Богу жертвы Бог являл себя Это Каин, это Авель, это Ной Это Моисей Когда ходил со скини и по пустыне Бог всегда являл себя там Где люди приносили Ему жертву Потом евреи А именно царь Соломон построил храм Первый храм Таких храмов не было никогда и больше не будет И где они приносили Ему жертву Сегодня этот храм, к сожалению, разрушен Как предсказывал Господь через пророков своих евреев Сегодня жертву больше Богу не приносит Так вот, два слова о жертвеннике 21 века Немного, позвольте сказать вашу жизнь Что отличает нас, христиан, от евреев От иудейского вероисповедания Наша жертва, это жертва искупления В Иисусе Христе В Слове Божьем сказано следующее Апостол Павел пишет Подражайте Богу, как чадо возлюбленные И живите в любви, как Иисус Христос Возлюбил нас и предал себя За нас приношение и жертву Богу Благоухание приятное Нам не нужно сегодня кого-то резать из животных Как это делали когда-то евреи Нам не нужно сжигать их на жертвенники Как дар Богу Но мы сегодня, мы, люди веры, христиане Мы приносим ему сегодня жертву наших уст Это наши молитвы В Библии сказано следующее Итак, будем через него непрестанно Приносить Богу жертву хвалы То есть плод уст, прославляющих имя Его Плод уст, прославляющих имя Его Цель молитвы Это хвала и благодарение Прославлять имя Его Цель каждой молитвы Цель каждого песнопения Когда мы здесь стоим и поем ему псалмы Мы поем по большому счету молитву нашему Богу Прославляя Его святое имя Аминь А наш храм это мы, наше тело И мы знаем это местописание Что если кто разрушит храм Божий Того покарает Бог Ибо храм Божий свят А этот храм вы Скажи кому-то рядом Ты храм Духа Святого Ты храм Духа Святого Каждый здесь присутствующий Это храм Божий Знаете, я заметил такую тенденцию Что огонь без вмешательства человека Рано или поздно угасает Я помню, как мы организовывали Летний лагерь для детей На берегу реки Он назывался Прорыв 2017 Никогда не забуду Это первый лагерь, который мне доверил Пастор Родители провести На берегу реки Поход В общем, неделю На костре надо было всю неделю Готовить пищу детям И знаете, я помню, я договорился С Геннадием Руководителем реабилитации У него там был рядом репцентр И говорил, что мы как-то договаривались с ним Что дрова будут Но получилось так, что когда мы приехали Дров не было И когда ему позвонил Гена, а где дрова? Он говорит, ну пройдитесь там по берегу Сейчас найдете, насобирайте Приехал только я и еще один брат У нас был диакон такой Роман Красноружев Кто помнит его? Мы приехали вдвоем Я думаю, как, куда идти? Берег реки Не знаю, лес Кругом И Ну у меня было вот, знаете Вначале стресс такой Внутри моего сердца Но мы идем по этой поляне Которую мы арендовывали На берегу реки И я смотрю, лежит Лежит сухое бревно Огромное дерево Сухое И я думаю, Господь, спасибо тебе Потом думаю, надо позвонить Гене Я помню, он говорил, что там нельзя рубить дрова Я звоню Гене и говорю Гена, вот А можно вот эти дрова брать Вот деревья, которые пилить и так далее Он говорит, нет, ни в коем случае Там у каждого свое дерево Оно помечено меткой Там посмотри, там по-любому есть какая-то метка Что это чье-то дерево Ни в коем случае его не бери Этот сухостой Иначе потом у нас будут проблемы Хорошо, я ложу трубку Опять недоумение Ну, думаю, посмотрю И мы ходим с Романом Вокруг этого бревна Огромное бревно Сухое Такое, знаете, прям как раз на дрова Я смотрю, нет метки ни одной Ни одной метки нету Я ему звоню опять Гена, метки нету Он говорит, ну все, тогда берите Можно пилить Правда, приедьте ко мне в центр Возьмите бензопилу Вы же наверняка умеете пилить бензопилой Я опять кладу трубку И понимаю, что я никогда не сталкивался с этим Не брал в руки эту бензопилу И Роману говорю Ром, вот надо бензопилу взять Распилить полено Он говорит, Дим, не переживай Я все детство прожил в Сибири Я с пилами вообще как бы С закрытыми глазами Что хочешь напилю Так что не переживай Поехали возьмем Сейчас напилим Мы взяли эту пилу Вернулись обратно Напилили Рома мне дал колун Я первый раз в руки взял колун для дров Никогда его не держал И тут он не объяснил Конечно, как нужно колоть дрова Он пилил В итоге я колол И я никогда этого не делал Слава Богу за спорт Друзья, занимайтесь спортом Я понял, что спорт Он пригодился мне Когда он вам не объяснил Как вот это делать Знаете, как будто вот Дух Божий сошел на меня Я колол и прям вот не останавливался Мы все это бревнище Напилили, нарубили Сложили целую поленницу дров У нас потом прошел лагерь Целую неделю Мы жгли эти дрова Не жалели Костер разжигали Вот Лера, благословенная сестра Не даст соврать Она была поваром И мы не жалели этих дров И знаете, у нас все время горел огонь Мы уехали У нас еще половина дров осталась Я поймал себя на мысли Когда мы с Романом двоем возвращались Вечером уже Мы едем домой Я ловлю себя на мысли Что я не устал Представьте Я даже не устал от этого Мое такое ощущение Как будто вот сам Дух Святой Он вдохновлял меня на это дело Но я понял, что без своего вмешательства Без вмешательства человека Мы бы не смогли Постоянно поддерживать тот огонь Который горел у нас в том лагере Так вот, причины По которым Божий огонь Порой угасает на нашем жертвеннике То есть внутри нашего сердца Старовятся порой нарушения Библейских принципов нашей жизни И одна из причин Которую я хотел бы рассмотреть сегодня Это Твой огонь Угасает в твоем сердце Когда в тебе поражен Дух наставничества Знаете, если мы будем расширять Границы этого отрывка В книге Левитам Немного вверх И мы увидим слова Бога следующие Господь сказал Моисею Заповедуй Аарону И сынам его Вот закон всесожжения Всесожжение пусть остается На месте сожигания на жертвеннике Всю ночь до утра И огонь жертвенника пусть горит на нем И пусть священник Оденется в льняную одежду свою И наденет на тело свое Льняное нижнее платье И снимет пепел От всесожжения Который сжег огонь на жертвеннике И положит его подле жертвенника И пусть снимет себе одежды свои И наденет другие одежды И вынесет пепел В Нестана на чистое место А огонь на жертвеннике Пусть горит и не угасает Пусть священник Зажигает на нем дрова Каждое утро И раскладывает на нем Всесожжение И сожигает на нем Туг мирной жертвы Огонь непрестанно Пусть горит и не угасает Итак, пепел, функция пепла Кто сталкивался с кострами, я думаю, каждый человек здесь Когда-то разжигали когда-то же костер, да, особенно большой Когда много пепла, огонь начинает угасать И вот функция пепла, не дать разжечь огню Я смотрю, в этом отрывке Бог дает повеление особым людям через Моисея Это Арону, его колену, его роду Выносить этот пепел, выносить вне стана Пусть говорит, выносит вне стана Так вот, что хочу сказать, что наставник это человек Божий в твоей жизни Функция которого снимать пепел от твоего всесожжения И выносить это лишнее, этот мусор из твоего сердца за стан Чтобы твой огонь, он не угасал Бог повелевает это особым людям Я смотрю такую тенденцию, что огонь порой в людях, в сердцах людей Он угасает, когда мы угошаем в тебе дух наставничества Слишком взрослый Первое, о чем хочу сказать Слишком взрослый Знаете, многие христиане, следуя за Христом Через какое-то время приходит такое обольщение Я уже слишком взрослый Помню, как-то раз звоню одному брату Он был у нас на реабилитации Мы наставляли его, вели Потом он все бросил Говорит, я поеду домой в Адыгею Миша Адыгейский Никогда его не забуду Приезжает домой, спустя какое-то время Может быть месяц Я думаю, позвоню ему Пришло побуждение, позвоните Я звоню ему, говорят Миша, ну как ты, брат там? Он говорит, все хорошо Такой, знаете, голос сдержанный Меня сразу это насторожило Я говорю, ты что там, один или с кем-то? Нет, я не один Я говорю, а с кем ты? Я и Дух Святой Я все понял в этот момент Ну как-то я попытался с ним пообщаться Но я понимаю, что там настолько такая твердыня Через буквально 2-3 дня я узнал от его мамы Что он на днях до того, как вот Наш состоялся разговор Напился, там всю деревню гонял топором Там по всей деревне бегал за людьми Там чуть ли не погубил человеческие жизни Знаете, вот я и Дух Святой Слишком взрослый Не учите меня жизнь Все, моя реабилитация завершена Я помню его слова Я хочу быть самостоятельным Слишком взрослый Проблема номер один Подростков Я не могу не говорить об этом Подростки всегда будут в моем сердце Психологи называют этот период Кризис подросткового возраста Проходит какое-то время Мы воспитываем своих детей И потом они нам говорят Своим поведением и своим взглядом Не учи меня, папа, жить Лучше помоги материально Вот этот принцип, знаете Кризис подросткового возраста Он неизбежен Я смотрю, это вот так близко К христианской жизни Родители, мы от юности Должны воспитывать Дух наставничества в наших детях Первая заповедь Бога по отношению к человеку Это именно Почитай отца твоего И мать твою Чтобы продлились дни жизни твоей На этой земле Первая заповедь По отношению к человеку Именно о почтении Бог говорит Именно хотел он донести Чтобы мы воспитывали В духе наставничества Своих детей Вот с таких уже лет Чтобы эта заповедь Она жила в их сердцах Чтобы она не угасла В их сердцах И самое главное Это нужно для их же блага Для их же блага Чтобы продлились Дни жизни твоей На этой земле Поэтому, наверное Народы Кавказа Долго живут на этой земле У них есть вот это почтение Потому что родители Они воспитывают Дух наставничества Они вкладывают Ценности этой заповеди От юности Своим детям Своим сыновьям Своим дочерям Слишком взрослый Увы, но эта проблема Она не обходит И пасторов И служителей Все, я уже слишком взрослый Я уже пастор Церковь открыл Теперь сам Дух Святой Ведет меня Не надо меня наставлять Все, я уже слишком взрослый Теперь я уже сам пастор Воспитывающий пасторов Я хочу сказать вам Что каждый пастор Каждый епископ Нуждается в наставнике Каждый человек Человек Божий Он нуждается в том Чтобы у него был наставник Не будь таким Как тот подросток Избалованный Который говорит Не учите меня жить Помогите материально Затронем вопрос бизнесменов А то мы говорим О служителях только Что все Миллион в месяц Уже зарабатываю Зачем мне уже наставник Теперь я буду Как дерево Посаженное При потоках Вот Лист Которого не вянет Порой вот такое Обольщение Приходит к богатым людям Забывая Тем времена Когда они приходили И задавали вопросы Своим наставникам Своим служителям Все Теперь я зарабатываю Столько Что даю зарплату Людям У них в два раза больше Зарплата Чем твоя Да Ты служитель Священник Но Работники-то мои Получают намного больше Машины-то у меня В десять раз Лучше твоей Вот это вот Дух обольщения Знаете Да что там бизнесмены Все Теперь я царь Да Ты человек божий Но царь-то я Всем я даю Так думал когда-то Саул Если вы будете Изучать историю Ветхого завета Из жизни этого царя Царя Мы сейчас говорим Не о бизнесменах Даже о царях О царях Он говорил Вот у него Был поражен Дух наставничества Буквально немного Изменил В тех наставлениях Которые ему давал Пророк Самуил Буквально немного Вроде бы и намерения То были благие Если вы помните Намерения то у него Были благие Но привело это все К тому что он умер Привело к его поражению Царь Давид Его состояние В миллионы Превозносится Над твоим сегодня Но сам царь Давид Потерял эту нить Со своим наставником Нафаном Если вы будете Читать историю Давида Не раз ее приводят Священники За кафедрой В своих проповедях Когда он ходил По балкону Своего царства С короны На голове И вдруг Обратил внимание На Версавию Которая была приятна Потерял ту нить В итоге Переспал с ней Наломал дров Муж ее погубил И пришел Пророк Нафан И стал обличать его Слава Богу Что у Давида Хватило мудрости Принять это обличение Знаете Порой у нас Не хватает Принять Вот это вот Слово от Бога Данное нам Через людей Слишком взрослые Становимся Интересная история О царе Давиде Что там говорится О том Что да Он принял обличение От пророка Нафана Но он потерял Своего сына Который был Который был От Версавии Первенца Потерял Своего ребенка Несмотря на то Что молился Постился Бог забрал Бог поразил Смертью этого сына И там дальше Говорится Если вы будете читать Что он снял Свою корону И пошел На войско Аммонитское Вместе со своим Войском И поразил И взял этот Город Раав Там где был Где был Где погиб Урия Именно тот муж Которого он туда Отправил Чтобы тот умер Специально Пошел И вот отомстил За Не знаете Вот я вижу В этом действии Покаяние его Снял свою корону У него хватило Достоинства И смирения Снять свою корону Доктринально Искушенный Есть еще одна такая Вещь Как доктринально Искушенный Все библейку Закончил Хватит меня учить Теперь я могу Вас поучить Мы учимся В семинарии У нас там есть Такая Неканоническая Притча Встречаются Два семинариста Закончившие Предмет Систематическое Богословие И идут По улицам города И тут им На встречу Апостол Иоанн Его еще называют Иоанн Богослов И Апостол Говорит Вам Вы Кто такие Братики Мы Богословы Да нет Богослов я А вы Студенты Московской Семинарии Знаете Вот это Порой Часто Мы встречаем Все Окончил Теперь я Доктор Богословия Мне Вот Наставничества Ни к чему Знания Они Порой Отделяют Нас От этого И пусть Нас Этого Не будет Поражу Пастыря И Рассеются Овцы Поражу Пастыря И Рассеются Овцы Иисус Христос Когда-то Цитировал Книгу Ветхого Завета Говоря Вот эти Слова Поражу Пастыря И Рассеются Овцы Это Книга Пророка Захария Поражу Пастыря И Дьявол сегодня делает все для того, чтобы поразить в своем сердце Твоего пастора, Твоего наставника, Твоего служителя Культивируя в Тебе тщеславие Мы должны молиться о том, чтобы дух наставничества в нас не угас драгоценный Скажи аминь на это Мы должны молиться об этом Не потеряй в своей жизни эту связь Как это было у царя Давида Как это было у царя Саула Иначе окажешься в поражении В Библии сказаны такие слова Царь Соломон говорит Двоим лучше, нежели одному Кто-то относит это к замужеству Но мы будем вот читать И тут, знаете, вот следующее говорится Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его Другого нет, который поднял бы его Не всегда будет все так гладко в жизни верующих людей Увы, ну, говорю вам сегодня Не всегда будет так все у нас Но горе, когда у нас не будет рядом человека, который будет нас поднимать Вдохновлять, ободрять, говорить нам слово Божий человек, дан тебе Господом для твоего же блага Божий человек, дан тебе Господом для твоего же блага Не будь как тот подросток Не учите меня жить Лучше помогите материально, избалованный Вывод номер один, который мы должны сделать сегодня Проводи время со своим наставником Встречайся с ним, пей с ним кофе Кушай, обедай Помните, как говорил недавно спикер здесь за кафедрой Что во время обедов я получал столько откровений Сколько не получал за всю свою жизнь Так вот, наставник Божий, это человек, это служитель Который может давать тебе столько откровений Сколько ты никогда не получишь Порой за кафедрой Или изучая книгу, или какие-то доктрины священного писания Встречайся со своим наставником Пей с ним кофе, обедай Если нет у тебя такового, найди такого Не обязательно это должен быть только вот пастырь Но это должен быть посвященный человек Божьим принципам, священный служитель Церкви Итак, пусть в нас не угасает дух наставничества Вторая причина, на которую я хотел бы сегодня обратить внимание Это структурированный подход к духовным вещам Структурированный подход к духовным вещам Знаете, парадокс заключается в том, что часто случается так Что когда верующие принимают активное участие в служении Богу Начинается их незаметное падение вниз Мы живем на этой земле в теле, которая имеет ограничения в своих ресурсах Увы, но это факт Усталость порой приходит к нам от насыщенных графиков От новых программ, бизнес-проектов Дети, они тоже дают усталость Туда тоже нужно вкладывать и немало сил И все многодетные отцы сказали аминь, да? Возникающие проблемы Все это забирает наши жизненные ресурсы Эмоциональные, духовные, физические Служения, ограниченные структуры только Может стать для любого человека духовной каторгой Духовной каторгой Увы, но тело любого служителя Даже самого помазанного, перевазанного Имеет свой ресурс Мы разлагаемся ежедневно Неприятное откровение такое Наше тело, оно разлагается Люди преклонного возраста Подтвердят мои слова Проходит время, у нас появляются морщины У нас уже нет таких сил, которые были раньше Мы разлагаемся Повинуйтесь наставникам вашим Апостол Павел пишет И будьте покорны, ибо они не усыпно пекутся О душах ваших, как обязаны дать отчет Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая Ибо это для вас не полезно Молитесь о нас Обратите внимание на это слово Молитесь о нас Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть Потому что все желаем То есть стараемся Вести себя честно Молитвенная поддержка Знаете, сам апостол Павел со своим величайшим помазанием Великий служитель всех времен и народов Столько сделал Бог так его использовал Но со своим помазанием своей силы Он просит эту церковь Молитесь о нас Молитвенная поддержка Она очень важна Молитвенная поддержка друг друга Мы должны молиться за своих служителей За своих наставников За своих работодателей Которые дают нам сегодня работу Которые дают нам сегодня возможность Зарабатывать финансы Мы должны молиться за своих родителей Подростки, дети, молодежь Услышьте Вы должны молиться за своих родителей Которые неусыпно пекутся О душах ваших Молитвенная поддержка Самый сильный человек Он нуждается в молитвенной поддержке И апостол Павел пишет об этом Молитесь о нас, возлюбленные Говорит он в своем слове Каждый христианин Даже самый сильный Самый помазанный служитель Любой пастырь Может утопать в рутине служения Или хождения в церковь Результат этой рутины Это потерянная радость Итак, вторая причина Структурированный подход К духовным вещам Иисус Христос Хочет видеть на свой огонь Он не хочет Чтобы мы, двигаясь за ним В своем служении Все делали машинально Отрабатывая только структуру Да, структура, она нужна Неизменно, безусловно В нашем следовании за Христом Но сила Без Его огня Без Его силы Мы не имеем права служить Заниматься бизнесом Называться христианами Аминь, церковь Без Его силы Мы ничто Без огня Духа Божьего Мы очередная организация Из миллиона существующих Организация Ковчег Да не будет у нас этого Во имя Иисуса Аминь, церковь Давайте громко скажем Аминь и воздадим славу Нашему Господу Если в твоем сердце Нет огня Божьего Ты поверхностный христианин Формальность во Христе Иисусе Я так обозвал это Термин формальности Я хочу прочитать Это действие Или условие Являющееся необходимой С точки зрения Установленного порядка Но обычно мелкой Внешней принадлежностью При выполнении Какого-нибудь дела Пустая формальность Ну надо же ходить церковь Все же ходят Родители же ходят Ну надо же ходить Ну надо же молиться Хотя бы за компанию Ну надо же прийти На лидерскую встречу Все же идут Потом пастор спросит Задаст вопрос в смс Почему тебя не было Ну надо же почитать Библию сегодня Хотя бы один 132-й псалом Ну надо же Вот это вот формальное Следование за Христом Знаете Пусть твое следование за Христом Сегодня не будет пустой Формальностью Скажи кому-то рядом Не будь формальностью Не будь формальностью Во Христе Результат простого Структурированного подхода В служении Богу Это угасший огонь В Библии есть такие слова Если Господь не созидит дома Напрасно трудятся Строящие его Если Господь не охранит города Напрасно бодрствую страж Господь А есть ли Твоя воля в том Что я делаю сегодня В своей жизни Вопрос который мы должны Время от времени Задавать Ему Есть ли Твоя воля в том Что я делаю сегодня В своей жизни Структурированный подход Духовным вещам Я вам скажу следующее Что каждый человек Человек духовный Может оценить Свою ситуацию в жизни Современный перевод Первое послание Коринфянам Второй главы Пятнадцатого стиха Духовный может Обо всем судить Духовно А в современном Это звучит Что каждый человек Может духовный Оценить все Может оценить все Молитвенная поддержка Вывод номер два Который мы должны Сегодня сделать Это молитвенная поддержка Друг друга И бодрствовать в том Чтобы во всем Что мы сегодня делаем Была его воля Чтобы наш труд В нашей жизни Не был напрасным Аминь Давайте воздадим Славу нашему Господу Сейчас Давайте попрощаемся С нашими зрителями Пусть Бог Благословит вас Мы верим Что Дух Божий Будет действовать В вашей жизни Пусть Бог Благословит вас Продолжение следует...